Добрый вечер, друзья, потому что вечером эти люди выходят в свет, ибо утром они спят и играют. Ибо Дмитрий Четвергов сегодня здесь в центре игры Сандлера специально приехал для того, чтобы почтить своим вниманием презентацию одной очень интересной израильской компании. Не так ли, Дмитрий? Да, это потрясающая компания, инструмент для меня, наверное, самый главный по жизни. Вот мне президент компании Руслан Поляк 5 лет назад привез этот инструмент, просто его сделал, сам, говорят еще, что евреи, жлобы, просто взял, привез и отдал. Нет, ничего личного, ничего националистического, все четко абсолютно. Я считаю, что когда я съездил в Израиль, мне тоже можно смело назвать Четверговичем. Вот, скажу я уже Четвергов, на самом деле, неважно абсолютно, инструмент и вообще язык музыки во всем мире, тем более на этой потрясающей совершенно для меня земле, звучит совершенно одинаково. Что здесь в России, что сейчас вот я поеду в Халужскую область, что, скажем, там в Израиле, что в Америке, неважно. И люди, на самом деле, во всем мире, если они вкладывают в понятие музыку и тем более в инструмент душу, то этот инструмент, как скрипки садивари, начинают не просто звучать, а просто радовать и приносить какое-то невыразимое совершенно счастье. Потому что я, честно говоря, этот инструмент просто из рук не выпускаю. Компания ERG, Руслан Поляк, это мои лучшие друзья. — Дим, вот созрел вопрос традиционный. Ты хотел за пять минут быстро отсюда убежать, но так не получится. Вопрос такой. Вот в разных странах одни и те же инструменты, в зависимости от климатических условий, от высоты и так далее, нахождения звучат совершенно по-разному. Это ты прекрасно знаешь, да? — Ну, да, в зависимости от... Опять же, сейчас пришлось открутить и раскручивать все грифы, потому что они, мало того, что звучат, они просто изогнулись, пока они были в этих самых... — Коферах. — Да, в коферах, в наших погодных условиях, привезли, пришлось все подкручивать, перекручивать, потому что ребята пока летели, но они летели в теплом салоне, а инструмент стояли там в холодном пространстве. — Так что, в принципе, это... Сереж, на самом деле, все равно где, все равно как, если музыкант вкладывает понятие в инструмент определенную, не знаю, там, душа, сердце, там, откровение, и если инструмент, который сделан руками человек, который в то же самое, те же самые понятия вложил, тем более такие инструменты компании ERG, как Руслан Полек, он сам бывший музыкант, кстати, он и работал здесь у нас долгое время с Меликом Пашаевым, в группе «Рок от «Лего» тебе не безызвестный». — Не безызвестный? — А потом, да, потом эмигрировал в Разраиле, создал свою компанию, я говорю, я был совершенно недавно у них в этом году, в их компании, то есть в прошлом году, и посмотрел, как ребята работают, и как они вкладывают, сколько-то души, сердца и понятий, правильных понятий звукоизвлечения на инструменте, потому что, ну, бывает, ну, люди делают инструмент, да? — Ты вообще, ты помнишь вообще, с чего я вопрос какой задал? — Я тебе говорю, что ты, опять же, неважно в какой стране, неважно, как они настроены, какая высота. — Какая сухость климата. — Ничего абсолютно не волнует. — В Израиле, мне кажется, всё веселее звучит, нет? — Ничего абсолютно не. — А вот в Мексике не повеселее ли звучат гитары? — Ничего не повеселее, понимаешь, вот я сейчас еду в Обниск, я думаю, что там будет та же самая… — Жёстко звучать. — Жёстко и весело, всё от сердца человека, от его восприятия. — Дмитрий Четвергов сейчас набивает себе цену, потому что какой бы инструмент ни был, какая высота он хочет сказать, что он везде комфортно себя чувствует. — Скажи, а вот какая гитарная музыка ассоциируется в России, именно с Россией? Вот какая гитарная, вот что здесь вот… Понимаешь, вот ты приехал, например, в Мексику, да, сел, там так хорошо, клёво, жарко, ты прям как взял какой-нибудь мажор там и такой кайфуешь. А по приезде на родину, вот тут, мне кажется, какой-то другой нужен брать вообще, тональность какую-то другую, другой аккорд какой-то. — Ну понятно, Серёж, что русские равнины и вообще российские, да, российские равнины, потому что там играет Малолетов и под его мозгом можно покачаться там, в танце забиться. — Да. — Русские равнины подразумевают, конечно, балалайку, наверное, скорее всего, да, даже не гитару, потому что гитар-то всё-таки ассоциируется с родиной гитары, с Испанией. — Конечно. — Либо с подъездом наши шаховские гитары. — Да, да, шаховские, да, ничего против шансона, ничего против творчества Высоцкого. — На самом деле у наших-то гитаристов всё с этого и начиналось, понимаешь, именно с трёх аккордов. — Да. — Понимаешь, дело в чём, у нас минорные аккорды в основном берут вот для минор, там, ре минор, мимо, а у них мажор, понимаешь, вот вся разница. У них-то разве есть счастье, у них там, понимаешь, восприятие мира. — Солнце, апельсины, бананы. — Да, бананы и всё прочее, да, разноцветные рубашки, вот. А у нас, да, действительно есть такая смурятина, опять же говорю, это зависит всё от восприятия мира человека. Я радостен, я буду играть радостную музыку, несмотря на то, что живу в нерадостной стране. — И, наконец, вот набиваем народ на наш мюзикл, мы будем делать для детей мюзикл совершенно благотворительный. Ты бы там как-нибудь подключишься, если что, к нам сыграешь, там, своими волшебными руками, как ты только что сказал сейчас, необыкновенную партию, чтобы она звучала, как будто мы вообще в космосе находимся. Да ведь? — С удовольствием, Серёжа. — Мы подложим всё, что хочешь, сзади тебя и на зелёный фон, можем буранских бабушек пригласить, чтобы они вокруг тебя у Илюли пели, а ты играл. У нас всё возможно, мы же People Star. — С удовольствием, давай, когда будет всё это дело? — Мы это уже, как только первые лучи солнца начнут пробивать сквозь эти тёмные облака, мы тут же начнём это всё и обязательно мы тебе позвоним. — С большим удовольствием, я вложу мажоры сколько смогу, честно тебе. — Ну, вот огромный специалист по мажорам, а также по выбиванию из минорных нот всё, что только можно выбить, Дмитрий Четвергов, великий гитарист современности, человек, который пришёл сюда сегодня в центр Игоря Сандлера для того, чтобы почтить своим вниманием огромную колоссальную аудиторию, которая собралась на пресс-конференции по поводу презентации израильской компании. — ERG. — ERG. — Спасибо тебе, Дим. — Спасибо, ребята. — Мы уложились пять минут, спасибо за внимание, друзья. — Очень хорошо. — До новых встреч. — Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова